Добрый день! Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей на православном портале Экзегет. И вот один из зрителей задает нам следующий вопрос, основанный на стихе из Евангелия, главы 16, 23 стихе. «Он же, то есть Христос, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, Сатана. Почему Господь назвал апостола Сатаной?» Недоумевает один из наших зрителей. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, как всегда, мы обратимся к более полному тексту Священного Писания и вспомним саму ситуацию, в которой это происходило. Как мы уже рассказывали в лекции, посвященной Кесарии Филипповой, где происходили эти события, сначала апостол Петр исповедует Иисуса Христом и получает «Ты, Христос, Сын Бога Живаго», говорит он ему. И получает вот это свое обетование вместе с именем Петра, камня, на котором Господь созиждет церковь свою. И удивительно, получив такое ободрение от Спасителя, услышав продолжение этих слов Господа о том, что ему надо будет пострадать в Иерусалиме, Петр, отозвав его, начал прикословить ему. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И вот здесь, на самом деле, это очень важный момент в разных, так сказать, аспектах того, что происходит. Во-первых, этими словами решительным образом сокрушается вообще идея главенства римского Папы над христианской церковью, как преемника апостола Петра. Да, апостол Петр – камень, на котором Господь созиждет церковь. Но человек ли Петр или камнем здесь Господь называет то исповедание «Ты, Христос, Сын Божий», исповедание Петра, на котором он строит свою будущую церковь. То есть мы видим, что здесь Петр, поступая по-человечески, сразу лишается своего вот этого достоинства и статуса. И мы убеждаемся из этого, что эти слова о том, что церковь будет созиждена на Петре, относятся не к человеку, а к исповеданию. Исповеданию Петром вот этой вот истины того, кем является Господь, Спаситель, Мессия. Другой очень важный момент связан с тем, что Господь называет апостола Петра сатаною. Кому-то может показаться это очень резким. Но зачем же так грубо, жестоко обзывать своего верного апостола, последователя, служителя своей веры? Почему Господь называет его сатаною? Это очень важный момент, который имеет отношение к каждому из нас. Дело в том, что это действительно евангельская основа той евангельской по духу мысли, которая была выражена Федором Михайловичем Достоевским, вложена в уста одного из своих героев, о том, что дьявол с Богом борется, а место битвы – сердца людей. Дело в том, что сердце человеческое очень чутко и изменчиво. И внутреннее содержание человека зависит от того, какому духу он позволяет войти внутрь своего сердца. Дело в том, и необходимо об этом постоянно помнить, что враг наш находится постоянно рядом с нами. И он борется за наше сердце. Он борется за то, чтобы сделать нас подобными себе и сделать нас своими орудиями. И вот когда человек, неважно, какими при этом он руководствуется соображениями, даже, может быть, человеческой жалостью, как в случае с апостолом Петром, начинает транслировать вложенные в его сердце мысли и намерения врага, сатаны, он сам в этот момент становится сатаною. Потому что он думает не о том, что Божие. Он перестает исполнять волю Божию в этом мире. Когда человек открывает свое сердце Богу, он Бог, он проводник Бога, промыслу Божию в этом мире. Когда он открывает свое сердце, а с ним и всю свою деятельность, словесную или любую деятельность другого рода сатане, он становится орудием сатаны и его выражением в этом мире. Независимо от того, каким статусом он здесь обладает. Будет ли он апостолом, патриархом, священником, мирянином, солдатом, кем угодно. Когда человек открывает свое сердце сатане, он отдает власть над своим сердцем, над своей жизнью, над своими словами, над своей деятельностью врагу рода человеческого и сам приобщается к его темному воинству. Вот это необычайно важный момент, который должны мы помнить всегда в своей жизни. Поэтому святые отцы говорят о том, что человек должен постоянно стоять на страже своего сердца и приходящие в сердце помыслы вопрошать, наш ли ты или от супостата. То есть человек должен постоянно анализировать то, что стучится, а то и рвется, вырывается в его сердце для того, чтобы выплеснуться через него наружу, для того, чтобы использовать человека как канал, как орудие. Человек не должен давать в своем месте, место в своем сердце сатане, для того, чтобы самому не стать таким же, как он, не стать его частью в этих помыслах. Я помню очень поучительное такое высказывание одного современного подвижника святой горы Синай, который как-то сказал о себе, вот так вот обнаружив тот постоянное трезвенное утупдение, в котором он пребывал над своим сердцем. Он сказал, если я допустил ошибку, значит, я открыл свое сердце сатане через вот этот помысел. То есть святые отцы, они всегда именно очень бережно, очень трезвенно наблюдали за своим сердцем, чтобы каким-то случайным образом, подобно апостолу Петру, не стать орудием сатаны. Вот и нам, братья и сестры, необходимо руководствоваться вот этим впечатляющим, может быть, жестоким по внешней своей форме выражением Евангелия, когда Господь называет сатаною не кого-нибудь, а верховного апостола Петра. На этом месте, в этом же положении, может оказаться и каждый из нас с вами. И это для нас необходимое напоминание о том, как трезвенно мы должны быть в отношении своего сердца, в отношении всего, что мы говорим, в отношении всего, что мы делаем, для того, чтобы к тому, что мы совершаем, к тому, что мы говорим, не примешивались демонические энергии, смыслы и устремления. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись.